Если бывавший в Берлине человек мне говорит, что это отвратительный город, я говорю, да, ты прав. Если бывавший там человек мне скажет, что он обожает его, это крутой город, я скажу, да, это так. Я не буду спорить, каждый увидит в Берлине то, что он хочет. Столица Германии один из самых противоречивых городов, который очень просто не любить. Уничтоженный Второй мировой, потерявший сотни памятников классической архитектуры, наличие отвратно серо-дождливого климата в симбиозе с километрами социалистической ГДРовской застройки. Для обывателя Берлин теряется на фоне десятка других немецких городов. Ни культурной, ни даже экономической столицей Берлин не является, это просто политический центр. Но все же красоты в нем очень много, просто туристу надо немножко прищуриться. Все дело в том, что Берлин это очень молодой город, ему немногим более 70 лет. Уничтоженная после Второй мировой немецкая столица с нуля была вынуждена искать свою идентичность. Берлин не начали восстанавливать по старым чертежам, он пошел по другому пути. По пути эксперимента. Восточная часть Берлина, которая была частью ГДР, стала полотном реализации социалистических амбиций. Западная же часть города, ГДР, развивалась в стиле модернизма. Уникальный случай, когда город соревновался с самим собой. Одновременно пугающая и привлекательная эстетика, я не знаю, что это, но оно очень страшное, и этим оно привлекает. В западной части столицы, да и всей ФРГ в целом, с начала холодной войны процветала потребность в искусстве. Разделенный народ был недоволен, несогласен, он был включен в политическую жизнь, его это беспокоило. Своё недовольство западные берлинцы выражали творчеством. И по сути сегодня их дети, уже после падения Берлинской стены, нашли применение всем этим бесчисленным советским заброшкам. Да и не только советским. Любое заброшенное в Берлине заброшенным долго не бывает. Берлин, это когда в настолько невзрачном, слегка засанном панельном здании на первом этаже находится престижнейший азиатский ресторан с ценами от 100 евро. И нет, я не рофлю, ресторан называется 893, это очень дорогое и популярное место. В принципе, в Берлине очень много такой, знаете, андерграундной элитарности, когда на панковость наносится позолота. Я имел наивные надежды сюда приехать, поснимать вам обзор, но у них резервации на три месяца вперед. Не вариант. Вот где как-то не в Берлине можно встретить кофейню в бывшем здании церкви? Офигеть! Очень аутентичное место, можно цитаты из Библии почитать, если понимаете немецкие. И замечу, что очень неплохой кофе. В принципе, в Берлине с кофе проблем нет, очень вкусно. Но перед началом минутка спонсору этой поездки. Вы наверняка слышали о трейдинге на финансовых рынках, но мало кто вникал в эту тему. Pocket Option – отличный способ разобраться и начать зарабатывать. Регистрация начинается с ввода промокода, вот этого. Он дает 60% к первому пополнению. Платформа предлагает массу уникальных функций, например, геймификацию, что делает процесс трейдинга гораздо интереснее. Как оно работает? За активность и достижение вы будете получать очки опыта в виде кристаллов, которые можно обменять на бонусы. Также доступен сейф с накоплением 10% годовых, который открывается бесплатно и позволяет зарабатывать пассивно. Пополнение баланса возможно и банковскими картами, и криптовалютами, чем угодно. Ну а торговать можно как реальными активами, так и фиатными валютами. Для новичков есть возможность копировать торговые сигналы из маркета, что повышает шансы на успешные сделки. У платформы очень большое комьюнити, с которым можно общаться, делиться опытом, вопросы задавать и так далее. Возможная заработка открывается по ссылке в описании. Переходите по ней, указывайте промокод при регистрации и получайте бонус. В этом видео будет много заброшек, граффити. Я не хочу, чтобы вам показалось, что Берлин только такой. Поэтому начнем видео с района Шарлотенбург. Это огромный район, в котором есть все то, за что Европу любят. Когда-то это был отдельный город, затем его включили в состав Берлина. И сегодня это очень богатая окраина Берлина. Сегодня очень популярно словосочетание олдмани. Так вот, Шарлотенбург это true олдмани. Солидные пенсионеры в дорогих ресторанах, на раритетных Порше. Это все здесь. Ну вот это, конечно, сантиметр в сантиметр. Офигеть. Вот что такое стандарт бордюра. Контингент района соответствующий. Нередко чувствую, что перед тобой настоящая знать проходит. Неудивительно, что для знати здесь много весьма благородных мест. Я в такой классической кайзеровской кофейне. Здесь и такой бомонд соответствующий, очень богатые пенсионеры. Вот. Ну, выглядит, конечно, впечатляюще. Я такого кофе еще не пил никогда. Выглядит просто фантастически. Ну, в принципе, концепция гейзерной кофеварки просто более открытая. Не взирая на весь пафос кофе, мне по вкусу не пришелся. Я просто не люблю американо, а это как будто американо. Но это сугубо мой вкус, другим точно бы зашло. Захотели в Шарлоттенбурге жить? Пожалуйста, за квартиру 40 с чем-то метров готовьтесь платить от 1300 евро в месяц. Кстати, несмотря на то, что Берлин это столица, в плане покупки и аренды недвижимости это не самый дорогой город Германии. Мюнхен, Гамбург, Франкфурт и прочее дороже. В этом и признак федеративного государства, когда вокруг столицы все не вертится. В Шарлоттенбурге есть и частный сектор, и там прям совсем немецкая знать живет. Офигеть лувр. А сколько тут семей может жить в таком доме? Весьместер от потребностей. Ну, один человек там вряд ли будет жить. Прям дома в фахверке таком. Тут самые, конечно, разные стили. Ну, не бедствуют тут, конечно, люди, понимаю. Это, я не знаю, наверное, владелец BMW тут жить. Хотя он в Баварии живет. Че, в Берлине? Какие вообще берлинские бренды есть? Сименс. Сименс. Саланду. Это что? Это ритейл, вот, одежда. Если хочешь купить тебе одежду. Интернет-магазин одежды. А, хорошо, а какие-то такие крупные прям? Ну, Саланду крупный, он торгуется на немецкой бирже. Очень большая компания. Сименс, понятное дело. В этом районе дома стоят миллионы евро. При этом обратите внимание на машины. Насколько они простые. Немецкая скромность. Девять утра. Заведения потихонечку открываются. На улицу вытаскивают сидушки, стулья. А кто-то их просто привязывает. Чтоб не украли. В Дубае такого нет. Да и в Катаре уж тем более. Вот это тогда меня так впечатлило в поездке, что, оказывается, можно не убирать уличную мебель, и ее никто не сворует. Это все местные елисейские поля. В ряд выстроены топовые крутейшие магазины, луи-виттоны, манклеры, баленсяги и так далее. Будет кощунством снимать видео про Берлин и показывать вот этот лоск. Потому что Берлин, он не про это. Он не про роскошь. Он не про богатство. Он про андерграунд, банковость, грязь и арт. Той Фельсберг. Это название холма, на вершине которого американская и британская разведка в годы Холодной войны построили станцию перехвата. Флэшбеки как в Чернобыле. Да, это же Чернобыль. Да. Вот это Алекс. Слушай, Брюссель хуже, чем Чернобыль выглядит. Я тебе отвечаю. Конечно. Да. Ну, что, нам туда, да? Класс. Каждый сантиметр какая-то работа уникальная, ни на что не похожая. Чего-то этот свист, его добавляет антуража. Что-что? Меркель с Путиным и обоим их сидят. А, кто там еще это... Какают? В 90-х годах станция утратила свое значение и просто была заброшена. Но в Берлине не существует бесхозных вещей. Берлинские таланты превратили некогда военный объект в художественную достопримечательность, где собраны десятки масштабных и сотни небольших работ, которые завораживают своим политическим смыслом. Вот чем мне нравится этот город? Тем, что здесь ничего не выбрасывают на свалку. Здесь всему находят применение. Старому какому-то конференц-залу, старой фабрике, заброшенному складу. Он никогда не будет заброшенный. Там будет либо бар, либо клуб, либо библиотека, либо кофейня, либо еще что-то. Это тоже на уровне культуры. Они почти ничего не выбрасывают. То есть, если это можно переиспользовать, они оставляют это на улице и пишут пометочку, что можете забирать. А, да, кстати, есть такое, когда там мебель выкидывают какую-то. На том же eBay здесь очень много всего, что отдают бесплатно. То есть, например, у меня половина мебели бесплатно просто забрали. И это прямо распространено. То есть, по сути, ты можешь всю квартиру себе бесплатно обставить, если у тебя достаточно времени, и ты готов ездить по всему городу. Да, в Берлине с идейным посылом художника ты далеко не всегда согласен. А ты и не должен. Не в этом была цель художника – угодить тебе. Он раскрывает себя, доносит свою политическую позицию через искусство. Соглашайся или нет, но не восхищаться самим исполнением работы очень сложно. Это очень качественные арты. Вау. Не, ну это... Слушай, я в Лувре был, причем в двух. В Парижском и в Абудабском. И вот там я так не зацикливался на каких-то картинах. И я говорю не только про той Фельсберг, про весь Берлин. Это далеко не единственный арт-объект в этом городе. Уличное искусство в Берлине никем и ничем особо не регулируется. Художники не бегут в мэрии получать разрешение, коммунальные службы не спешат работу закрашивать. У этого есть и обратная сторона. Если вы сторонник чистоты, то Берлин явно не самый подходящий для вас город. Однако, засранных граффити городов очень много. Берлин – один из них. Но городов с восхитительным уличным искусством – единицы. И Берлин – один из них. Той Фельсберг ощущается глубинным местом, где холодная война превратилась в цветущий букет. Работы здесь обновляются регулярно, что мотивирует людей сюда возвращаться снова и снова. Вы знаете, про многие города говорят «это город-контраст». Почти всегда имеется в виду, что где-то красивое здание, а где-то раздолбанная хрущевка. Контраст Берлина – это контраст стилей, культур и, если совсем углубляться, контраст идей. Контраст стилей жизни. Есть условный Шарлоттенбург и другие пригороды, где живет нам знать, богемия и так далее. Есть районы условного офисного класса. О май год, как же это стильно! Уверяю, камера не передает глубину вот этой темноты этого здания. Оно какой-то такой с шершавым фасадом очень солидно. Вообще, в целом, вот этот район, Постдамерплац площадь, она прям внушает величие. Берлин – это город, у которого нет портрета. У него нет лица. Берлин будет ровно тем городом, каким вы хотите его видеть. Хотите перманентную депрессию от серой погоды, утопать в километрах ГДР-овской архитектуры, чтобы под этот фон в ушах не прекращая играла песня «Эмалированное судно». Пожалуйста, это вот тут с лихвой. Насколько же знакомый пейзаж не хватает, разве что побеленного столба дерева и закопанной в газон покрышки, ну и лебедя где-то. И прям как дома. Да, буквально каждый сантиметр Берлина политизирован. Более знакомые пейзажи, не так ли? А все потому, что мы уже на территории некогда восточного Берлина, берлинская телебашня. В советском блоке любили строить очень высокие телебашни, чтобы на всем западе смотрели, как у них все хорошо, как успешно. Правда, пока здесь строили телебашни, там строили заводы, фабрики, из-за чего промышленно и экономически запад Германии до сих пор более развитый. Все крупнейшие предприятия Германии находятся именно там. Для тех, кто пожелает, Берлин с легкостью станет серым панельным адом. Если вы художник или представитель любой другой творческой профессии, Берлин это тот город, где вы сможете себя реализовать. В этом и его обманка, что, несмотря на его серую погоду, угрюмость архитектуры, это город творцов. Ну, а вот эта работа, которая без надобности, чтобы объяснять под текст, понятно становится вы знаете, я из тех, кому скучны музеи, и я из тех, кому не стыдно в этом признаться. Но Берлин предлагает так много разных музеев, что даже я туда пошел, во многие из них и кайфанул. Это музей немецкого киноискусства, плакат Олимпийских игр. Вы знаете, кстати, какого времени? Да-да, того самого времени. Они здесь воссоздали макет стадиона, хайлайты самых выдающихся моментов. Музей, как понятно из названия, посвящен немецкому кинопроизводству. И что важно, он, как и многие другие музеи в Берлине, бесплатный. К сожалению, я не успел посетить все берлинские музеи, которые хотел. Например, художественный музей Бункер. Все, по сути, то же самое. Современное арт-искусство и все это находится в здании бывшего бункера. Очереди в музей на неделю вперед, поэтому надо было бронировать заранее, еще до поездки. Можете себе представить такую работу в каком-либо другом городе? Да нет, потому что ой, собака нюхает задницу другой собаки. Какая срамота, это разве все творчество, искусство? Это можно себе представить в Берлине, потому что Берлин город раскрепощенных, смелых творцов. Одни люди это рисуют, другие люди это понимают. Люди здесь толерантны к творчеству, и это замечательно. Люди смелые, город смелых, я бы так это называл. Этот музей называется Urban Nation, он также бесплатный, один из самых политизированных музеев, очень своеобразные картины. К сожалению, не все мог снимать, потому что было много 18+. Тут такие своеобразные посылы. Пародия на женщину из израильской армии. Это этот, господи, Ясир Арафат. Получается, сделку с Биллом Клинтоном, и еще я забыл имя. Так, тут тоже такие странные посылы. не совсем ясно, что художники хотели этим передать. Ладно. В этом музее и многих других очень много инсталляций, которые не обязательно должны иметь какой-то смысл, они просто прикольно выглядят. И этого достаточно. Следующее место немножко туристическое, ну а я, мать вашу, кто берлинец коренной, что ли? Место называется Хольцмаркт, это такой некий самодельный парк у реки, где много разного стритфуда, напитков, и хочу заметить очень приятный контингент. Я бы так сказал офисный средний класс. вот такая здесь атмосферка. Это какая-то вот набережная обустроенная. Сейчас я протиснусь, людей очень много, воскресенье, день, люди все выбрались отдыхать. Уютно, ничего не сказать. мужик прямо сейчас все это дело разрисовывает. подобных мест в Берлине действительно ну очень много. В этом городе не выбрасывается ничего, из всего делают какое-то заведение. Решил я протестировать самый популярный кебаб в Берлине кебаб от Мустафы. Почти 20 тысяч отзывов и стабильно километровые очереди внушают какой-то интерес. Приехали мы в максимально удачное время в понедельник в 10 утра, когда он только открылся и уже была небольшая очередь на 15 минут. И полностью вся будка обклеена самыми разными стикерами. Вот просто ставьте на паузу и изучайте. Тут и футбольные клубы, и кодак, и, короче, просто наклейки бессмысла. А вот, собственно, цены. Ну, кстати, цены для Берлина вообще небольшие. Еще и для такого туристического места 8 евро дюрем. Уникально. Уникально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, мы отстояли очередь. Произошло все достаточно быстро. У других блогеров, я слышал, это занимает и по полтора, и по два часа. Ну, что, будем есть? Слушай, мясо прям как в нашей шаурме вообще. Очень вкусно. Прям один в один. Ну, вот, оказывается, в чем секрет успеха? Делайте просто как в Одессе шаурму и все. Ну, конечно, она не такая. Лаваш не такой хрустящий, но порция огромная. 8 евро. Это дорого? Так ты за 6 можно делать, 6-7 евро. Специи, овощи свежие. Она все называется овощная. Демюсси, это овощная, да? Овощная. У меня сейчас уже почти немец. Я-я-я. Смотрите, вот эта шаурма, если ее за 15 минут получить, как мы получили, оно того стоит. Полтора часа стоять ни за какой едой смысла нет. Вообще. Поэтому приходите в понедельник до 12. И будет вам счастье. Вкусно. Я пошел. Пару слов про исторический центр. В Берлине я был неделю, и туда я поехал только в самый последний день, потому что это не то, где надо быть в Берлине. Но, тем не менее, он симпатичный, он ухоженный, там есть что сфотографировать. Да, не удивляйтесь, агитация ДГ, они достаточно популярные в Берлине. Как можно было вот это построить в самом центре напротив вот такой красоты? Ну как? Ну, блядь, ну, господи, ну как? Что было в этих головах? Видите, люди стоят у таблички, смотрят что-то, читают внимательно. Это необычное место, здесь когда-то находился, точнее, не здесь, а вот здесь, бункер Гитлера. Его самый последний. Сегодня от него осталась только память, потому что теперь там просто парковочное место. Да, то есть в сам бункер туристов не водят. По многим районам Берлина можно увидеть такие трубы, которые переграждают красивые здания, красивые улицы. Какое у них предназначение? Они, значит, где-то что-то строят. И поскольку Берлин стоит на воде, они эту воду просто транспортируют сюда в канал. То есть там что-то вырывают, либо там фундамент роют, либо ветку метро, либо автобан какой-то подземный делают. И вот таким образом транспортируют воду. И вы же понимаете, в какой эпохе эти пулевые отверстия не убирают. Здание полностью функционирует. Оно ухожено, все вымытое. Но это оставили как память. Вон какой контраст восточной части и западной, да? Вот это весь Берлин. Хочу заметить, что несмотря на чудовищные последствия Второй мировой войны, в центре Берлина, несмотря на то, что он был уничтожен, все еще есть что посмотреть. Да, недолго, но есть. И, что очень важно, город ухоженный, город чистый. Опишу план действий типичного разочаровавшегося в Берлине туриста. Первым делом мы, конечно же, идем к Бренденбургским воротам, делаем 100 фотографий. К слову, ворота очень сильно почистили от плесени, от вот этого, знаете, черного налета. И они стали менее натуральными. Теперь они выглядят как новодел. Я не люблю, когда такую классическую архитектуру слишком тщательно моют. Ей это не надо. И вот турист пришел к кафедральному собору, делает 20 фотографий. Сразу же после этого он едет к КПП Чарли, к Берлинской стене. И потом такой, ну, я посмотрел все за один день, и больше здесь делать нечего. Это неправильно так делать. Берлин не про вот это все. Он не про это. Берлин, например, про Кройсберг. Кройсберг, пожалуй, главный район во всем Берлине. При том, что формально это даже гетто. Район исторически всегда был контркультурным, который привлекал к себе иммигрантов, сквоттеров. А вместе с ними прицепом приезжали еще и художники и другие деятели культуры. Это не новомодный хипстерский район. Он хипстерским был, по сути, всегда. Район, по сути, находился на границе с Берлинской стеной. И туда всегда стекались творческие люди для того, чтобы выразить протест, несогласие. По сути, вся идея берлинской идентичности строится вокруг протеста в Берлинской стене. Кройсберг, ну, невозможно не обожать. Зашел в какую-то подворотню, а тут лошади. Тут лошадей выгуливают. Офигеть. В старом видео пять лет назад я уже рассказывал про этот район, но это Кройсберг, он все время меняется. За пять лет район очень джентрифицировался. И, да, какая-то часть идентичности, конечно, от него уходит. В том числе стало гораздо меньше граффити, в принципе, то, из-за чего Кройсберг и славился. Еще несколько лет в таком темпе, и это будет обыкновенный, уютный берлинский район. С другой стороны, появляется безопасность и очень много крутейших заведений. Очередная какая-то заброшенная фабрика, которые нашли применение в виде кофейни. Вот я прям представляю, 200 лет назад они такие, так, давайте построим огромное промышленное предприятие, чтобы через 200, ну ладно, 100 лет зумеры сидели и флет-вайт на безлактозном попивали. Это очень-очень стилево и очень уютно, и люди очень приятные. Вообще, в принципе, весь день в Берлине нахожу исключительно суперприятных людей. Опа, ты прям под контент. А почему он на английском, а не на немецком? Ну это такой типичный обитатель Кройсберга. Справедливости ради, в Берлине таких мало. Берлин заслуживает большего количества фриков на улице. Может быть, не всем понравится своеобразность Кройсберга, но скрипя зубами, вам сюда придется приехать, потому что в этом районе сконцентрирована самая вкусная кухня во всем городе. Кстати, в принципе, в Берлине с едой все о, но именно в Кройсберге вкусных заведений на квадратный сантиметр вот этот показатель, он наивысший. Кройсберг очень симпатичный с архитектурной точки зрения. Здесь много старой красно-кирпичной застройки. Для непросвещенного человека все это покажется очень грязным, замазанным. Отчасти это так, но здесь, помимо этого, есть спрятанные алмазы. И они настолько большие, настолько сияют, что не нужно даже особого умения их находить. Вот хотел сказать про Кройсберг, но понял, что это можно сказать, по сути, про весь Берлин. Берлин, он живой, он живет. Ты чувствуешь в каждом сантиметре квадратном этого города какую-то жизнь, проявление чего-то там. Да, оно не всегда хорошее. Да, оно иногда вот такое все засранное. Но здесь везде есть жизнь какая-то. Оно тружное. Посмотрите, просто на здании распечатаны ноты. Где вы еще такое встретите? Последний раз в Кройсберге я был пять лет назад, и тогда это был район турецких иммигрантов. Не было ни одного живого здания. За это время район очень сильно почистился. Стало гораздо меньше граффити, но и арта в том числе. Стало гораздо больше туристов. Он становится богаче и благополучнее. А именно поэтому мы Кройсберг начинаем терять. Но я не грущу, потому что Берлин никуда не денется. Кройсберг перейдет просто в другое место. Красивое классическое здание, принадлежащее магазину Гуччи. Но я напомню, мы в Берлине. И здесь роскошь не приветствуется. Все верно, показушное богатство это совершенно не характерная немецкому, а уж тем более берлинскому менталитету черта. Условно, Ангела Меркель это максимально стереотипная немка. 16 лет канцлерства. Все, что у нее сейчас из имущества есть, это квартира, которая была куплена до канцлерства. И небольшой загородный дом. Кстати, давайте сходим к квартире. Да, прямо здесь, в центре Берлина, находится ее квартира на предпоследнем этаже. Я так понимаю, не весь этаж, а его часть, в целом не важно. И вот полицейский патруль ее постоянно охраняет. Однако, с точки зрения госбюджета, вы представляете, годами полицейская машина здесь стоит. Притом она уже не канцлер, она ушла из политики. А полицейская машина с двумя, считайте, охранниками предоставлена государством. Налогоплательщики за это платят. Огромная часть немцев в корне своем протестанты. Протестантам не свойственно тратить, демонстрировать богатство. Они копят, собирают и передают наследство. Сколько бы у него не было денег, он будет охотиться за скидками в Лидл. Он будет выключать батарею зимой, потому что это дорого. Сколько бы денег у него не было. Кстати, с точки зрения экономики, это не то чтобы хорошо, потому что экономика лучше работает, когда люди в ней тратят. Вот Берлин в одной улице. Современное жилье, ультрасовременное. 19-18 век, 21-й и 20-й. И все это находится по соседству друг с другом. Немного про сам город. Это действительно большой мегаполис. Его площадь 900 квадратных километров, а население более 3 миллионов 700 тысяч человек. Город настолько большой, что внутри него действует сеть электричек. Конечно, есть и обыкновенное классическое метро, которое не самое передовое во всей Германии. В Мюнхене, например, метро выглядит всяко современнее. Да, вот они, признаки федерации. В столице далеко не всегда все самое лучшее. Вообще, действительно впечатляет эта страна, что настолько развитый, крутой, огромный город. Он далеко не в топе городов этой страны. По городу очень удобно перемещаться на не только метро, на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Да, немецкая педантичность к урбанестики чувствуется в каждом сантиметре. Идеальные дороги, разметка, грамотно сконструированные улицы. Не прикопаться. В массовом сознании принято считать, что в городе вообще не осталось эстетики классической немецкой. Но это не совсем так. Красивых исторических зданий на самом-то деле много. Просто по концентрации, ну, в других городах их будет, наверное, побольше. Но все равно без красивых фоточек из Берлина вы не уедете. Вообще, я планировал в ролике вам рассказать про берлинскую ночную жизнь, но я понял, что это не судьба. Ночные клубы Берлина — это то, чего нет нигде в мире. Очень часто они находятся либо в заброшках, либо в подвалах, ну, вот в похожих местах. Там, конечно же, присутствует огромное количество художеств. Но также там присутствует то, из-за чего зачастую вас заставляют заклеивать камеру телефона перед входом в этот клуб. Во-вторых, в эти клубы очереди на полтора-два часа. А в-третьих, вас туда, скорее всего, не пустят, если вы будете одет как нормис, как обычный чел. Берлин — это банковский город, и если ты туда придешь просто в джинсах, в кроссовках, такой нормульчик, тебе скажут, иди нахуй отсюда. Я не выдумываю, открывая отзывы к этим клубам, там люди жалуются, что я простоял три часа, меня выгнали из-за одежды. Из-за того, что она слишком нормальная. Туда надо приходить в латексе, голым, еще каким-нибудь, но точно не в джинсах. Ну вот это, конечно, пи***ец, когда автомат с шоколадками приходится закрывать такой огромной сеткой. И то это не помогает, все равно кто-то пытался, он хотел украсть эту шоколадку. Кошмар. Как пришли к жизни, такое неясно. В Берлине вы точно не проголодаетесь. Еды очень много, она очень разная, и на любой кошелек. В этом видео я не хочу делать обзор мест, которые мне понравились, просто напишу их списком, меня постоянно об этом просят. Чем крут Берлин? Это интернациональный мегаполис. Здесь самые разные народности, в том числе делают свою кухню. И когда вы приходите в итальянский ресторан, вы не приходите в ресторан, где немцы делают итальянскую кухню. Здесь именно работают итальянцы с итальянским манером. Вот прям вот все, как у них в Италии, все так же и здесь. Это же касается сирийской кухни, турецкой кухни, иракской или греческой кухни. Там работают греки. Не местные, которые косят под греков, а именно греки. Первый раз увидел, как пользуются ножницами в Корее. Там мясо разрезают ножницами. Сначала это показалось диким, но поверьте, это реально намного удобнее, чем нож. Намного, чем ты вот это сидишь, крябаешь об эту тарелку, и вот оно у тебя не режется до конца. Это намного удобнее. И вот где, как и в Берлине, еще можно найти вот такой пятачок, где какие-то строительные фургоны или транспортные, из которых сделали жральню. Внутри какие-то инсталляции крутящиеся. Сами они, зеркальные. Блин, это круто. Это очень круто. Берлин пахнет молодостью. Вот какая мысль пришла. Да, он очень движовый, он очень молодой. Ты чувствуешь в нем энергию. В отличие от многих других городов, которые тусклые, тягучие, вялые, сонные. Этот никакой. Повторю важную мысль. Многие города действительно страдают от граффити. В Италии, например, ни одного живого дома от них нет, но только лишь Берлин предлагает что-то взамен. Более чем десятку стран перешла в наследство социалистическая архитектура. Не только Берлину и всей Германии. Но только лишь в Берлине в нее смогли вдохнуть эстетику, стиль. Но самое важное. Жизнь. Энергию.